Я инструктор Российского Красного Креста, меня зовут Агния. Если сейчас у вас будет по ходу моего доклада возникать какие-то вопросы, можете их задавать. Либо можете задать их в конце. Нашей организации я не буду долго рассказывать. Это международная организация, которая сотрудничает с командой первой помощи. Основная их деятельность – это обучающие семинары и помощь населению. Сейчас я хотела поговорить о том, как оказывать первую помощь. Так как, я думаю, вы люди опытные, мы будем вместе выяснять этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как бы вы поступили, если вошли в помещение, обрушилась балка. И эта обрушенная палка лежит на ноге человека. Что вы делаете? Вы заходите в помещение, видите пострадавший, на ноге у него обрушенная балка. Ваши действия. Прежде чем бросаться на помощь пострадавшему, надо всегда убедиться в своей собственной безопасности. Это основной принцип алгоритма действия. Мы должны осмотреть место происшествия. Как у нас сейчас говорил предыдущий докладчик, мы должны знать все об этом месте, максимально считать всю информацию, которая сейчас есть. То есть, если мы увидели пострадавшего, на которого упала балка, мы можем предположить, что какая-нибудь еще конструкция может также упасть на нас. Поэтому, когда мы осматриваем место происшествия, чтобы помочь пострадавшему, мы убеждаемся в своей собственной безопасности, в безопасности пострадавшего. То есть, мы знаем, что ему сейчас угрожает опасность, может что-то еще упасть. Но мы всегда думаем, если мы кинемся к нему на помощь, то мы можем оказаться рядом. И спасать будет некому. Как вы думаете, если мы понимаем, что само место представляет для нас угрозу, что мы должны сделать? В чем будет наша заключаться помощь? Вызвать соответствующую службу. Да. Какие службы мы должны вызвать при возгорании помещения? Да, молодцы. Если вы не знаете, какую службу вызвать, вы набираете номер 112. Да, 112 в России у нас принят. И они уже раз... Можем как раз просто... Да. Да, сейчас. Телефон. Мы тоже, как знаете, ребятишки у меня так сказали, что там, ну, Су-12, там, Супрай, 9-1-1. Ну, мы так хихи кричали. Насмотрелся американский фильм. Ну, я пытаюсь себя все это дело проверить. Ну, давайте, звоните. Значит, берем, звоним. И вот мое удивление, когда я попадаю, мне говорят, что там, значит, диспетчер, там, значит, служба, там, готовы принять там вызов. Как вообще, 9-1-1, казалось бы, да? То есть идет переадресация на 112. Угу. Это опять сделано, как бы, видимо, чтобы иностранные, так сказать, наши товарищи, они же не знают 112, я не знаю, 9-1-1, если что-то случилось, они, соответственно, их туда переадресовывают. Ну, и те, кто насмотрелся в детстве американских интересных фильмов, там тоже, то есть у них отложилось, и вот в панике, там же ты около 112 не вспомни, раз 9-1-1 набрал, и тебя все, у нас 112 служит. Чего говорят по-русски? А, нет, а там нет какой-то? Нет, там нет. Ну, вот теперь мы знаем, что можно звонить и 9-1-1 и 112. А еще какие номера экстренных служб вы знаете? Пожарная помощь. 0-1-101, да. И с сотового телефона 101. И скорая помощь. 0-3 и с сотового телефона 103, да, с любого оператора сотового телефона 103. Так вот, если мы сами боимся оказывать помощь и понимаем, что место происшествия может угрожать нам, то обязательно вызывайте соответствующие службы и потом уже принимайте решение о том, как вам помогать пострадавшему. Следующий шаг. Мы убедились в том, что место либо представляет, либо не представляет для нас угрозу. Мы смотрим, сколько всего пострадавших, кто нам еще может помочь. Пока, возможно, мы бежим выключать рубильник, который вызвал пожар, либо еще обесточивать помещение, мы просим кого-то нас помочь. Кому-то нам помочь. То есть, что-то затушить огонь, либо как-то придумать способ эвакуации осмотреться. Всегда смотрите, кто находится вокруг вас. Призывайте людей вам помогать. Следующий пункт, после которого мы принимаем решение о нашем действии, это помощь самому пострадавшему. Так как сейчас у нас тема пожары, то наша помощь будет какая? Первая – не навредит, вторая – помочь пострадавшему. И, соответственно, при пожарах какая у нас основная тематика? Какие травмы, раны мы можем получить? Ожоги, да. Ожоги и возгорающиеся помещения. Чем для нас опасно еще? Интерфекция? Да, мы можем отравиться продуктами горения. То есть, не разрешаться продуктов горения. И начнем мы с первого. Мы начнем с ожогов. Ожоги. Ну, все, наверное, знают, какие виды бывают. Давайте поэтому, чтобы долго... Я тут вас не мучила. Расскажите мне, какие вот самая слабая степень ожога, самая первая степень ожога. Как выражается? В чем? Покраснение кожи, правильно. Чуть более глубокая форма ожога, когда затронуты более глубокие слои кожи. Валдырь. Валдырь, да. И третья степень ожога, когда затрагиваются еще более глубокие поверхности нашего тела. Потемнее. Да, потемнее. Все, что больше волдыря. Все, что больше волдыря. Это мы с вами симптомы, в принципе. Вот какая степень ожога будет, кроме, скажем так, третьей степени, мы не всегда можем угадать. Все зависит от температуры воздействия, от времени воздействия. Первая степень может перерасти во вторую, вторая в третью. И пока мы не знаем, наша задача будет что-то сделать с этим ожогом. Вот только мы обожглись. Скажем так, это не горящая балка, которая на нас сверху упала, а какой-то бытовой ожог. Вот где вы в быту можете встретиться с тем, что вы обожглись? Вот здесь много девушек. Можете сказать, где вы обычно обжигаетесь? Кто-то обжигался? А? Плойка. Плойка. Отлично. Да, еще. Баня. Ага. Где еще? На кухне. Да, плитка. Утюг. Отлично. Я тоже всегда у него обжигаю. Вот. Само собой, разумеется, мы можем принять какие-то меры, чтобы не допускать ожогов. Все о них мы знаем, но не всегда их соблюдаем. Так же, как и в глобальном каком-то плане, когда какое-то возгорание существует. Так же и в домашних условиях. Чтобы не обжигаться плойкой, надо держаться за рукоятку, надо соблюдать технику безопасности. Чтобы не обжигаться в утюг, надо высыпаться хорошо и не гладить в сонном состоянии. Чтобы не обжигаться, а плитку тоже надо чувствовать себя хорошо и, скажем так, готовить в спокойном состоянии, когда вокруг не происходит кипиша. Вот. При первой, при том, когда мы только обожгли, то есть притронулись к горячему предмету, какие будут наши действия? Что вы предложите сделать? В холодную воду. До 30 минут. 15 минут честно на себе пробовала. Лучше 30. Лучше 30. Вот когда кожа только покраснила, под проточную воду опускаете руку и держите до 30 минут. Чем дольше вы держите, тем лучше. Потому что, если вам надоело, подержали маленько, а пройдет. Ну, вероятность того, что ожог будет больше, нам сильнее. Если вы обожглись каким-то небольшим предметом, типа плойка, утюг, либо коснулись сковородки, либо плитки раскаленные, это ничего страшного. Но если это был более крупный какой-то предмет, то есть это именно горящее дерево, горячая палка, то лучше держите под водой как можно дольше. Если вы уже упустили этот момент и появились пузыри, то на пузыри лить воду не надо. В этом случае, если появились пузыри, то мы должны опустить наоборот воду, чтобы не травмировать кожу. Мы должны опустить ожог в воду, в прохладную, и там держать. Такое же примерно время. По сути дела, ожог у нас только в первую фазу, когда у нас не произошел вот этот термообмен, мы называем это ожогом. Дальше, когда этот термообмен произошел, у нас рана, по сути, образовалась. То есть рана, покрытая слоем отмершей кожи. Что мы должны делать с ранами? Зеленкой? Нет. Самое первое, что мы должны сделать с ранами, мы не врачи, это прикрыть их от воздействия дальнейших повреждающих факторов. То есть это либо, если кожа не липкая, а просто это либо покраснение, либо волдырь, то мы прикладываем к этой коже прохладную ткань. Вот, прохладную чистую ткань. Если это уже ожог более глубоких слоев, то есть у нас до мяса мы прожгли, до кости прожгли, то воду мы тем более не льем, просто прикладываем в холод. Вот, кстати, вот если у нас нет проточной воды и нет воды, в которую можно опустить, мы можем приложить холод к ожогу, но холод мы прикладываем обязательно через ткань. Почему? Как думаете? Можем мы приложить мороженую курицу к ожогу? Чем это нам грозит, если мы мороженую курицу еще сверху на ожог положим? Ну, помимо инфицирования, да, помимо инфицирования у нас еще, помимо того, что это и так травма клеток из-за теплового воздействия, мы еще холодовое воздействие. И получается у нас клетки еще больше разрушаются. То есть холодную курицу напрямую к ожогу не прикладывайте. Если хотите приложить, то приложите платочек и приложите холод через платочек. Есть такой? Есть такой. Смотрите, самая первая наша задача это убрать воздействие температуры. То есть вы знаете, что когда у нас тепло прикасается к коже, оно идет дальше вовнутрь. И зачем мы так долго смываем водой, чтобы вот как раз вот это вот действие температуры убрать. То есть у нас, по сути дела, у меня на презентации этого нет, но вот мы поставили утюг на руку. Идет тепловое излучение, оно идет сюда. Наша задача, когда мы работаем, когда мы руку подсунули под воду, охладить. То есть уменьшить степень вот этого теплового излучения, которое попало вовнутрь руку. И уменьшить таким способом разрушения. Когда мы наносим сразу какие-то крема на руку, вот это тепло, которое у нас попало вовнутрь. Да, у него меньше есть возможности выйти, особенно крема жирной основы. Затем, когда мы уже руку охладили, тогда мы можем для лечения нанести какие-то восстанавливающие крема. Это может быть и левомиколь, это может быть солкосерил восстанавливающий, пантенол хорошее восстанавливающее средство. Но самое первое, это вода, вода и охлаждение. Потом то, что мы уже как мы лечим, это уже даже задача не первая помощь, это задача врача. Назначить вам подходящую мазь в зависимости от глубины вашего ожога для того, чтобы вам как-то восстановиться. Все, что обычно у людей есть в холодильнике, хорошая штука это вот дадум. То есть если раны, нет раны, поверхностный ожог первой степени, то да, вы можете после того, как охладили, после того, как охладили, воспользоваться пантенолом. Да, он имеет в своей сути, это заживляющее средство, которое хорошо. Очень хорошо действует. Так вот, еще какой у нас важный фактор при ожогах. Мы говорим о том, что нам надо охладить и следующее, что нам тоже очень важно. Если у нас уже пошел отек либо опухоль, что нам нужно сделать с нашим телом, с нашей кожей. Вот видите, у меня тут браслетики, кольца на руках у кого-то, часы. Перед тем, как начнет все это опухать, отекать, сюда пойдет приток жидкости, что я должна сделать? Соответственно, да, я должна снять. Одежда, которая прилипла, не дай бог, это синтетика какая-то, при ожоге, я ее буду сдирать? Да, я ее сама не буду сдирать, я оставлю это на совесть врачей. Пускай они это делают. То есть сами самостоятельно не сдирайте одежду. Если есть возможность одежду разрезать, то аккуратненько обрезаете одежду и снимаете. Когда надо обязательно обратиться к врачу? При каких ожогах? Даже не при каких ожогах, а при какой степени ожога? Да, при сильном ожоге, да, обязательно обращаемся к врачу при ожоге третьей степени, когда ожог больше, чем в лдыри. По площади мы обращаемся к врачу тоже, если ожог превышает площадь тела больше десяти процентов. Как мы считаем эти проценты? 1% это считается поверхность нашей ладошки. Вся рука, либо вся нога, это считается 18%. Когда пораженная область ожогов больше 50%, человек может умереть, может быть летальный исход. Поэтому обязательно, если поражена несколько областей, либо полностью рука, либо полностью нога, обращайтесь к врачу. Почему это нужно делать? Потому что у человека, когда возникает ожог, потом возникает приток жидкости к этим тканям. Они отекают, опухают. Помимо того, что это очень больно, происходит обезвоживание организма. То есть вся жидкость, которая у нас есть, она притекает к этим тканям и отходит от головного мозга, от сердца. То есть у человека начинается учащенное дыхание, выступает холодный пот, то есть много таких не очень хороших симптомов. У человека среднего возраста, у молодых людей организм быстрее восстанавливается, у детей болевые ощущения могут быть сильнее. Поэтому обязательно, если обжегся ребенок, мы обращаемся к врачу. У пожилых людей восстановительные процессы происходят хуже, поэтому обязательно, если обжегся пожилой человек, обращаемся к врачу. Если обожглась беременная женщина, потому как риск не только для беременной женщины, но и для плода, мы обращаемся к врачу, в скорую помощь вызываем. И при вдыхании пара, при вдыхании горячего пара. Почему, как вы думаете? Да, во-первых, это внутренний ожог. И что может вследствие этого внутреннего ожога развиться? Да, отек дыхательных путей. То есть мы тоже как можно быстрее обращаемся в скорую помощь. Дальше. Про ожоги. Что вам еще сказать? Ожог ладони опасен, потому что здесь много нервных окончаний. Ожог половых органов тоже очень опасен, потому что также много нервных окончаний. Ожог глаз тоже следует обратить на него особое внимание, потому что если глаза закрыты, могут просто веки. Нарушится слизистая оболочка, могут веки прилипнуть к глазам. То есть мало чего приятно, можно потерять зрение, поэтому тоже надо обязательно обращаться за медицинской помощью. Да. Да. На самом деле при ожоге глаз мы век, точнее век, но точно так же. прохладная вода, прохладная ткань. Да. Да, прохладная ткань, прохладная вода. Но причем при ожоге век тоже надо быть очень аккуратными, чтобы вот ни ватной, ничего не было. То есть ткань была не бинты. Ткань была плотная, плотнее желательно, чем бинты, потому что бинты имеют пористую структуру, которая может прилипнуть к коже. То есть, когда мы говорим, что закрыть ожог чистой тканью, то тоже имейте в виду, что бинт, он как и ватая, имеет вот эту вот сеточку, которая может прилипать. То есть ткань лучше, чтобы была у вас под рукой, вот как подготовка, Дима говорил, что должна быть подготовка какая-то дома, должна быть чистая ткань, прокипяченая, которую вы можете использовать для тех же самых ожогов, для каких-то травм. Вот в идеале вот первая помощь этому учат. Готовим косыночки такие. Они для перевязок, да, тоже годятся. Вот чтобы они у вас были чистые, прокипяченые и всегда имелись под рукой. Вот, про ожоги. Есть какие-то еще вопросы? Да, мы говорили про липкую рану. А, про липкую рану, смотрите. Ну, допустим, если у нас липкий вот этот вот ожог, то стараемся пальцы, между пальцами рук тоже проложить какую-то ткань между ногами. Если здесь обожженная поверхность, тоже она, если вы видите, что вот эта вот вся кожа липкая. Чаще всего это даже происходит не при термических ожогах, при химических ожогах. Вот эта вот вся липкость. Про химический ожог, кстати, тоже сейчас расскажу, если вот про термические у вас. Так, Дима, есть что добавить? Есть липкую, конечно. Ага, вопросы еще. Вот проложить, если вы видите, что кожа такая, структура липковатая, то прокладывайте ткань, не допускайте вот этого вот склеивания дальнейшего нарушения. Так, вопросы про термические. Первая степень – покраснение. Либо мы не знаем, что там дальше разовьется. Что мы делаем еще раз, чтобы голове отложилось? Да, проточная вода в течение 30 минут. Валдель появился, опускаем в воду, так же примерно держим. Хорошо, ожог третьей степени, уже мяско, кость оголилась. Мы прикладываем туда прохладную ткань, просто желательно плотной структуры. И вызываем скорую. Кому? Обязательно. Деткам, пожилым, беременным. Угу, хорошо. Сейчас, дальше еще у нас бывают химические ожоги. Как правило, они бывают на производстве. Но, в принципе, при пожаре какая-нибудь, скажем так, тот же самый потолок капнуть на вас вполне может. Либо еще какая-нибудь гадость, которая сейчас современное помещение, очень так оборудовано хорошо. Так вот, при химических ожогах мы обязательно вызываем скорую помощь, если не знаем, какое химическое вещество на нас подействовало. При химических ожогах мы поступаем примерно так же. Если это жидкое вещество, то мы его стараемся смыть как можно быстрее. Промываем также 30 минут. Если это какое-то сухое, порошкообразное вещество, то мы его стараемся тканью, не ладошкой, а тканью удалить с оголенного участка тела, либо с одежды, одежду по возможности смыть. Сдувать будем порошкообразное химическое вещество, чтобы оно быстрее отлетело. Как думаете? Чтобы побыстрее сделать. Да, потому что мы, во-первых, пока делаем вдох, может попасть еще в легкие. Когда делаем, неизвестно куда оно может разлететься. Поэтому, если химическое вещество попало на кожу, то старайтесь его с влажной тканью снять, затем промыть. Так, ожог химический. Если в глаза что-то у нас попало, мы также глаза промываем. Стараемся, причем если попало в один из глаз, то начинать от здорового глаза. То есть вверх мы ставим здоровый глаз под строй воды, и нижний глаз тот, который поражен. Чтобы с верхнего глаза у нас не натекло в нижний, соответственно. То есть все у нас здесь логично. При химических ожогах у нас с вами основное действие. Это, в принципе, то же самое. Промывать, вызывать врача. И при ожогах электрических. Про электричество сегодня тоже немножко коснулись. То есть что надо делать? Самое главное. Обесточить. Да. Удалить причину. И что у нас важно знать про электрический ожог? Помимо того, что это ожоговая ранка, это еще опасность. Для какого органа? Для сердца. Для сердца, да. Поэтому обязательно мы следим за дыханием человека. Следим за его сердечной деятельностью. Мы сейчас при оказании первой помощи больше ориентируемся на дыхание. Я чуть побольше об этом скажу. Поэтому следим за его дыханием. И всегда должны быть готовы проводить сердечно-легочную реанимацию. Отравление. Отравление у нас опять продуктами горения. Что самое основное сделать? Вот вы, я думаю, все знаете. Человек надышался всякой гадостью. Вывести. Да, вывести человека на свежий воздух. Причем надо о чем помнить? Мы с вами говорили о том, что если мы бежим в это дымное оповещение, чтобы кого-то вывести, мы должны, да, подумать о своей собственной безопасности. Влажная ткань, да, налицо. Передвигаться мы как должны? По низу, правильно. Тоже все помните. Передвигаемся мы ползком по низу, доползаем до пострадавшего и стараемся его. Если есть возможность, помещение, соответственно, оно не горит. Проветриваем помещение, мы помним, что нам Дмитрий сказал, не горящее. Горящее помещение не проветривайте, потому что еще больше будет и лучше гореть. Вот. И стараемся человека вынести, вывести из этого помещения, потом что с ним сделать? Вызвать скорую, обеспечить доступ свежего воздуха, придать, помочь ему принять удобное положение, не полусить, а полулежа, если он в сознании, и контролировать его сознание и дыхание. Если человек вдруг потерял сознание, что мы с ним должны сделать? Повернуть навык. Повернуть навык. Практика. Практика, да. И сейчас мы с вами как раз будем переходить потихоньку к практике. Про то, как мы надышались, все понятно, что мы делаем? Есть какие-то вопросы, потому что я рассказала? Все вроде легко, просто доступно, ясно. И теперь, да, дальше будем переходить к практике. Кто у нас... На видео вам сначала показать? Или сразу? Сразу. У нас, нам нужен добровольцы. Нужны добровольцы. Пострадавшие. Кто хочет полежать? Кто хочет образить... С метрофоном? Да. Кто хочет изобразить человека без сознания, который потерял сознание? Да, сейчас мы подстелим одеялко, да. Аккуратненько. Кстати, кто знает, как человека, который потеряет сознание при вас, как его аккуратно уложить в такое положение? Давайте я буду показывать, я сапожки сейчас сниму. Несу? Угу. Так, вставайте. Вставайте. Вот как сейчас человек, если при вас начал падать, чтобы, скажем так, и для вас это было безопасно, и для него... Падайте. Да. Посмотрите, одну ногу выставила вперед, другую чуть назад. Аккуратненько его по своей ноге. Да, конечно, он это сделает, он сейчас такой деликатный достаточно, он сделает это чуть побыстрее. И более неожиданно для меня. То есть я его все время фиксирую, поддерживаю, да, и позволяю ему постепенно, да, по своему телу же и сползать вниз. Дальше. Мы уже говорили про то, о том, что человек, если потерял сознание, его надо перевести в восстановительное положение. Почему? Как вы думаете? Что с ним произойдет, если я его оставлю? Опускание мягкого неба, да, западание языка. Ага. Так, так, да. Вот, произойдет. И что с ним случится, если он так полежит? Да, он задохнется. То есть где-то примерно 10 минут на спине и происходит расслабление мягких тканей и человек остается без дыхания. Так вот, допустим, я этого человека до этого не видела и увидела, что что-то у нас с вами здесь такое страшное произошло. Но он оказался здесь. Я захожу в помещение и вижу лежащего, лежащее тело перед собой, мои действия. Сразу побегу к нему дыхание прощупывать. Пульс. Сразу подойду к нему пульс. Проверить. Молодец, молодец. Вот у нас девушка одна, она прям умничка. Она помнит о том, что я говорила. Очень важен алгоритм оказания первой помощи. То есть первое, что мы делаем, это мы осматриваемся вокруг. Ничего не привело к тому, что он упал и лежит здесь. Такой замечательный. Контроль ситуации, да. Контроль ситуации, да. Но об этом не забывайте. Понятно, что это для вас естественно. Когда начинаем отрабатывать это все в игровых моментах, люди сразу бегут пострадавшему. Тут же их ударяет электрический ток. Сверху падает горящая балка и все прочее с ними случается. Поэтому помним, прежде чем подбежать пострадавшему, осмотрелись. Ничего мне не угрожает. Дальше. Кого я могу позвать на помощь? Да, я смотрю, кто есть рядом. Помогите! Вызовите, пожалуйста, скорую. Да. Дальше. Я к нему подхожу. Стараюсь сразу тоже близко к ним подходить. Вдруг это какой-то теракт. Вдруг это какой-то маньяк притаился. Я к нему издалека обращаюсь, но все же стараюсь находиться с ним в одном поле зрения. С вами все хорошо? Что с вами случилось? Могу я вам помочь? Не отвечает. Тогда я подхожу к нему поближе. Раньше были такие методы. Предлагалось там попинать, понажимать на болевые точки, повыкручивать уши. Где-то по щекам, да. Еще по-всячески поиздеваться. Не знаю, как сейчас осталось в других школах, в школе российского красного креста предлагается такой мягкий, достаточно деликатный вариант. Взять его за плечи и встряхнуть. Нет, на трапециевидную мышцу мы его не давим. Да, сейчас вся жестокость убралась. То есть достаточно просто его встряхнуть за плечи. С вами все в порядке? Могу я вам помочь? Я все время стараюсь поймать его взгляд. Есть ли человек в сознании, что он должен сделать? Да, не обязательно ответить. Главное, что он кивнет ли по каким-то образом, да, ответит на него. Он может глазами только показать, что с ним все в порядке. Дальше. Что сознание у него, допустим, наша ситуация, когда сознание у него есть, он, точнее упал и пришел в сознание. Что я должна дальше с ним сделать? Нет, он пришел в сознание, он упал тут же по мне, пришел в сознание. Да, могу я вам помочь? Что случилось? Да, я опрашиваю пострадавшего, что случилось, могу я вам помочь? То есть я веду с ним какую-то беседу, вызвать вам скорую помощь. Что я должна до приезда скорой помощи? О чем узнать? О каких вещах? Да, какие-то хронические заболевания, аллергические реакции, есть ли у него на препараты. То есть я стараюсь выведать у него как можно больше сведений до приезда скорой. До приезда скорой мне нужно также еще смотреть, какие у него еще есть состояния. То есть я все время нахожусь рядом с ним. Как вас зовут? Антон. Антон, у вас часто такое с вами случается, что вы теряете сознание? Нет, не часто. Не часто случается. Если человек первый раз потерял сознание, мы обязательно ему вызываем скорую. Антон, могу я кому-то из ваших родственников, могу я вызвать вам скорую? Да. Да, он согласился. То есть я спрашиваю разрешение на то, чтобы оказать ему помощь, я вызываю ему скорую. Антон, может кому-то сообщить из ваших родственников? Да, близким клиентам. Хорошо. Хорошо. А у вас есть аллергические реакции? Нет. У вас есть какие-то хронические заболевания? Нет. У вас есть какие-то внутренние травмы? Нет. Внутренних орфоров? Вроде ничего не болит. Вроде ничего не болит. Все хорошо. Вот. И дальше я продолжаю с ним диалог. Да. Только вопрос. Если, например, человек не очень осознает свое состояние и говорит, что ему не нужно вызывать скорую, а у него там отцветительного обновления. Угу. Хорошо. Взрослому человеку мы всегда спрашиваем взрослого человека, нужно ли оказать ему первую помощь. Взрослый человек, который находится в сознании, то есть мы сейчас в сознании адекватность не проверяем, а то, что он нам отвечает, на это ориентируемся. Если он отказывается от того, чтобы мы ему оказали помощь, мы не имеем права ему навязываться. Это сейчас юридически так обосновано, что если человек отказался от нашей помощи, я могу вам помочь? Он мне говорит, нет спасибо, не надо. Я могу вам вызвать скорую помощь? Нет, спасибо, не надо. Я могу отойти в сторонку и дождаться, пока он потеряет сознание. по-хорошему я я с ним рядом нахожусь я я отошла я ему первую помощь не оказывают просто я его спросила разрешение он не позволил да я могу подождать пока он потеряет сознание уже человеку без сознания я вызываю скорую помощь он так если но в учебных заведениях учебных заведениях немножко другая ситуация учебных заведениях скорее всего есть какая-то юридическая ответственность либо преподаватели либо того учебного заведения в которое приходит учащийся за состояние учащегося и я так думаю что в учебных заведениях все-таки нужно вызывать медработника скорую помощь это это если ситуация произошла на улице если вы находитесь в учебном учреждении то здесь уже ситуация должна по нормативным актом идти если принято в учебном заведении что связь с медсотрудником связь со скорой помощи то вы должны действовать согласно нормативным актом то есть надо знать если вы работаете там допустим вузе в школе в другом учреждении как принято у вас что у вас прописано на улице на улице в торговом центре он вполне может отказаться от вашей помощи хорошо допустим он потерял сознание я вызвала ему скорую помощь оставить на спине его не могу что я с ним буду делать поворачивать я его буду на как да правильно правильно посмотрите мы сначала руку либо кладем вытягиваем если она вытягивается вверх если она не вытягивается у людей разное состояние мышц мы ее можем вот так положить дальнюю от себя руку мы кладем под пушка затем берем ногу под колено и дальше начиная от колена мы постепенно переводим его да вот такое вот положение но он согнул тут руку да мне совсем не нужен вот эту руку мы кладем перед ногу мы то есть мы приводим его в устойчивое такое положение не у всех рука так может выпрямляться вверх под прямому под прямым углом и поэтому вы смотрите насколько вы можете повернуть руку вполне возможно что будет вот такое вот положение но смотрите на положение головы тогда чтобы голова была обращена вниз дыхательные пути смотрели вниз затем аккуратненько на спину сейчас покажу в другую сторону руку отвели в сторону если есть возможность мышечная у человека если нет возможности такой не надо ему туда руку заламывать заваливать вторую руку под щеку затем дальнюю от себя ногу он не помогает так нечестно конечно за подхватили в колени и вывели ее вперед и дальше поправили голову так чтобы дыхательные пути были направлены вниз и рука была перед грудью то есть корпус он свешим получается вниз на одном боку посмотрите мы переворачиваем на любой бок если у человека не травм если одна из сторон травмирована мы видим мы переворачиваем соответственно на какую сторону на здоровую сторону беременных женщин мы переворачиваем на левый бок потому что так более комфортно для плода но не каждого не каждую полную девушку мы должны переворачивать левый бок сразу ну вот если есть такие скажем так у вас есть сомнения по поводу состояния то переворачивать на одном боку человек сколько может пробыть как думаете примерно 20 минут 20-30 минут он лежит на одном боку затем полежал мы его перевернули если скорая не приехала скоро у нас по-разному доезжает в нашем городе на другой бачок все время вы должны контролировать дыхание знаете как проверять дыхание кстати зеркальце да если его нет телефон а если ветер молодцы молодцы да посмотреть послушать сейчас есть еще прежде чем посмотреть послушать он полежал у нас больше десяти минут я что-то услышу увижу мягкое небо у него уже опустилась как думать возможно но допустим у человек полежал мягкое небо у него опустилась что что я должна сделать в какое положение должна привести голову чтобы дыхательные пути открылись а выше да мы должны открыть дыхательные пути то есть если человек мы если человек человека мы обнаружили уже лежащим на спине мы не знаем сколько он времени пролежал чтобы проверить дыхание мы открываем ему дыхательные пути он таким образом мы давим немножко на лоб и придерживаем подбородок дальше что мы должны сделать все комфортно пока что мы должны дальше сделать посмотреть да на грудную клетку что еще слушать и сейчас вот такая вот подсказочка еще есть неплохая мы кладем руку ему на животик да и если он не мастер по задержке дыхания и не пытаются специально и то рано или поздно он вдохнет но это рано или поздно мы тоже ограничиваем потому как если человек без сознания и без дыхания у нас больше четырех минут то начинается разрушение головного мозга поэтому мы не бесконечно ждем ждем мы примерно 10 секунд посмотрите еще раз опустите в среде в прежнее положение прежнее положение закрытие упорный пострадавший еще раз человек то есть мы сейчас рассмотрели до этого случая когда человек упал при нас и что-то там происходило другой случай мы не знаем что происходило мы увидели лежащего человека осмотрелись все безопасно окрикнули его как вы себя чувствуете могу я вам помочь не отвечает подошли потрясли могу я вам помочь как вы себя чувствуете не отвечает и здесь уже я не знаю что с ним происходило не видела что до этого я не трачу сильно много времени считаю до десяти раз два три четыре пять шесть отлично он дышит он не мастер по задержке дыхания человек без сознания но человек дышит я его тогда переворачиваю уже показанным вам способом на бочок кто хочет попереворачивать на бочок антона давайте давайте это очень важный навык и интересный руку ближнюю к нам я вытягиваю либо вверх если вытягивается либо кладу из боку от села другую руку я подкладываю подушка придерживая коленку я сгибаю и аккуратно первую ногу затем уже голову и аккуратненько переворачиваю здесь надо на самом деле смотреть настроение тела потому что у человека с крупными вот такими вот плечами он на свое плечо же облокотиться и голова повернется вниз антон у нас достаточно хрупкий молодой человек поэтому я его руку могу подсунуть под голову и ему будет такое более физиологичное положение позвоночника для него рот будет обращен вниз так давайте в эту сторону антон нормально все себя чувствуете пока хорошо так дальняя себя руку отлично молодец хорошо хорошо и тогда край две минуты и смотрите если человек без без сознания но у него есть дыхание моего переворачиваю на бок если у человека с более страшный случай нет сознания и нет дыхания мы обязательно должны вызвать скорую помощь и обязательно должны сделать сердечно-легочную реанимацию скажите мне сколько делается раздувание в легкие человека 2 да правильно 2 как мы делаем и также открываем дыхательные пути обхватываем плотно губы пострадавшего и можно не будут показывать и делаем два вдувания дальше после того как я сделала два вдувания я должна сделать компрессии на грудную клетку куда я делаю компрессии центр грудной клетки до центр грудной клетки я нахожу нижние не соединяющиеся ребра плавающий мечевидный отросток два пальчика кладу поверх и затем у меня ладошка основание ладошки ложится как раз примерно в центр грудин у мужчин это еще не легко найти прощуп подняв куфту вверх и прощупав соски от сосков по средней линии затем я ставлю руки корпус полностью над корпусом пострадавшего и затем делаю 30 нажатий с интенсивностью примерно два раза в секунду центр грудной клетки вот на это у нас уже следующая тема сейчас мы все темы не успеваем с вами пройти вот и если у нас конце будет возможность я вам еще видео покажу если не будет возможность то пригласите нас еще раз мы с удовольствием во всем покажем спасибо ваш антон похлопать антона 2 дувания 30 нажатий на грудную клетку интенсивная интенсивность примерно два раза в секунду то есть один-два раза в секунду вы делаете до вопроса не знаю это миф или не миф когда делают вот такое выдыхание что вроде как грудную клетку можно сломать не дыхание а когда мы делаем давление на грудную клетку да действительно при иногда могут быть сломаны ребра но так как сейчас точка для сердечно-легочная реанимация это центр груди на то есть по сути дела грудная кость то таких случаев меньше но если все-таки у вас что-то под рукой хрустнуло вы продолжаете делать сердечно-легочную реанимацию потому что противопоказаний для сердечно-легочной реанимации нет скажем так переломы ребер не так страшны как остановка дыхание и отмирание всех жизненно важных органов да так еще далее нужно делать легочную реанимацию когда у нас допустим забиты дыхательные пути а пульс есть смотрите сейчас мы не от ну вот рекомендации российского красного кристалла всяком случае я не говорю что про все все современные обучающие школы рекомендация российского красного креста если забиты дыхательные пути то есть когда мы открыли дыхательные пути мы либо слышим звук либо не слышим когда мы делаем вдувание уже первые два вот эти вот вдувание мы делаем вполне возможно что если даже какое-то инородное тело там вы его продуете немножко глубже либо когда человек лежит на спине него связки все эти расслаблены был протолкнуть его немножко глубже когда вы начнете компрессии на грудную клетку и она выскочит оттуда то есть его либо сорвут а если вы его протолкнули куда-то не туда либо еще с чем-то либо просто с потоком воздухом потому что вы в грудной клетке у нас не бывает такое что там нет вообще кислорода нет никакого газа всегда там какой-то остаточный газ есть и до делая вот эти вот давления вы проталкиваете инородное тело вперед пульс мы сейчас меньше определяем сейчас нет такой рекомендации почему потому что дыхание без пульса практически это очень редкий случай бывает это гональное дыхание бывает дыхая при ранениях сердца огнестрельном ранении сердца то есть практически если исчезло дыхание то рекомендуется сразу приступать к сердечно-легочной реанимации даже если вы собьете ритм сердца за эти 30 надавливание 30 нажатий вы его восстановить да раньше существовала такая рекомендации в некоторых школах до сих пор используют используется эта рекомендация находить пульс не на конечностях потому как он там достаточно тонкий слабый а находить его в области сонной артерии даже в российской школе россии красного креста это тоже до какого-то времени использовала сейчас отказались но для себя если интересно это знать как это делать это руки сбоку от трахеи пальцы рук сбоку от трахеи мы запускаем уже на себе это сделать у вас любого вот я могу вам нащупать показать его мы после занятия с вами вам индивидуально покажу в принципе вы может недостаточно глубоко это делать но вот по именно по этой причине отказались от прощупывания пульса потому что человек либо может его не услышать либо перепутать со свое со своим собственным пульсах на своих руках поэтому сейчас ориентируется на дыхание здесь возможно меньше ошибок человек будет думать что у него есть пульс соответственно повернет его на бочок будет либо будет делать искусственно вентиляцию легких только а человек уже нужны компрессии поэтому и сейчас компрессии стали водить так еще вопросов да когда мы делаем тувание мы закрываем нос но сейчас на манекене на антони не устал это покажет да конечно вот мы зак давим на лоб закрываем нос и придерживаем подбородок но даже если вы вдруг что-то ошиблись свист из ноздрей либо содержимое ноздрей которая вылезет тут же и ударит вам щеку вам подскажет правильность ваших действий нос да конечно мы закрываем чтобы так кто у нас еще хочет попробовать на манекене на антони на манекене искусственной вентиляции легких посмотрите при искусственной вентиляции легких мы обхватываем полностью губы пострадавшего и смотрим также на грудную клетку эти что я сделала посмотрела что она приподнялась и убрала свои губы то есть не забывать об этом тоже это очень важный момент понятно что у нас мало журнала потому как многие особенно на тренажерах это дело на живом человеке вам говорю все это тело будет подсказывать на тренажере люди забывают они в дуле пострадавшего совершенно не давая ему выдохнуть тут же 2 2 то есть цель наша сделать за него вдувание то есть вдувание посмотрели приподнялась грудная клетка опустилась 2 1 так еще вопросы да 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 хорошо все равно интересно говорят что порой вот когда делать массаж сердца стоит чтобы было проще удерживать ритмом песни есть вот stay in a life до то есть ли я могу мы даже включить то есть это на самом деле помогает этим стоит пользоваться да этим стоит пользоваться если вы можете ее прослушать то конечно ли либо просто насчитывайте себе ритм пример раз два три 4 5 6 7 8 9 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 20 да кто-то на ребята там вот зачем нужно звать на помощь помогать кто-то на заднем фоне пока вы ждете скорую помощь напевал задавал вам ритм и так до 30 и если вдруг многие боятся что если мы ошиблись вдруг мы там сделали не 30 а 35 раз сбились со счета ничего страшного продолжайте продолжайте запутались на каком счете остановились продолжайте делайте вдувание делайте компрессии так и еще по серде по сердечно-легочной реанимации по искусственной вентиляции смотрите да у нас есть замечаю нет замечательной масочки вот чем как медики обучают они до учат либо замечательные масочки желательно это то что надо иметь с собой как раз в сумке в обиходе вот перчатки тоже с собой в сумочке иметь это вообще будет великолепно чтобы обезопасить себя от контакта жидкостями с кровью пострадавшего если у нас нет ничего из не масочек ничего прочего используйте для того чтобы делать искусственную вентиляцию можете использовать свою собственную одежду то есть рукав шарфик все что угодно если лето нет чего угодно то здесь уже думайте о своей собственной безопасности потому что ну британский красный крест он во всяком случае говорит если вы боитесь за свою жизнь то есть неуверенно то хотя бы делайте компрессии хотя бы делайте компрессии это уже будет хорошо в идеале делайте вдувание если вы скажем так ну никогда себе в жизни этого не простите это останется на вашей совести но нет у вас ничего обтёрли ну и сделайте так потому что да зато человек же будет здесь все скажем так боитесь за себя неуверенно компрессии неуверенно делайте просто компрессии да я есть часто бывает такой момент герой фильма день сурка кто-то подавился да он уже знают подвигает как сделать если что сделать смотрите кто у меня будет пострадавшим идите ко мне ой сколько желающих посмотрите если человек подавился я рано сильно развернула если человек подавился изобразите подавившегося вы подавились кашлять можете смотрите если пострадавший подавился не может не кашлять не говорить хватается за горло то есть мы предполагаем полную непроходимость дыхательных путей то есть сам себе он поможет помочь уже не может в таком случае вы говорите я могу оказать вам первую помощь параллельно там с ним что-то ничего да вы на нее согласны мы поддерживаем посмотрите положение моей ноги опять корпуса пострадавшего нагните пожалуйста корпус то есть вы это все комментируете нагните пожалуйста корпус вперед а сейчас я буду стучать проведу несколько ударов между лопатками будьте к этому готовы вот и можно попросить конечно человека с выдохом так как у него полная непроходимость то я ему просто стучу скажем так делаю пять хлопков между лопаток ладошкой делая вот такое вот выбивающее движение не сразу я ему делаю прием хеммиха сначала мы пытаемся все-таки пять хлопков между лопаток сделать сейчас я на манекене покажу какого они должны должны быть до силой то есть на антоне понятно что мне незачем его стучать так и вот этот вот удар должен быть ладошкой мы должны стараться и вот туда выбить это инородное тело в сторону головы которая наклонена до подталкивающее движение то есть не просто удары ради ударов а вот именно вот вот это вот до движения проталкивающие так мы делаем пять раз пять раз как правило это помогает если это не помогло дальше ваше положение мне очень повезло антон высокий пострадавший руки я им провожу вдоль живота ну вот если не знаю не уверена то приподнимаю кофточку то маечку нахожу пупок дальше один кулак я ставлю выше уровня пупка смотрите как я ставлю большой палец я прячу в кулак вторую руку я ставлю поверх давайте все сейчас делаем один пальчик в кулак спрятали вторую руку поверх да это вот наше положение честно антония тоже не буду делать эти вот давления потому что не буду испытывать его пресса содержание его внутренних органов смотрите еще дальше антон выше меня по росту поэтому мне самой пригибаться не надо то есть отклоняясь назад он меня не ударит своей головой если человек моего роста его голова на уровне моей то я пригибаюсь чуть ниже потому что когда он отшатнется назад вполне возможно он ударит меня своим затылком по голове будет один подавившийся один без сознания дальше поставив так руки выше уровня пупка но ниже уровня ребер ниже уровня ребер я делаю толчки в живот опять же вот это вот движение вверх сдавлю на диафрагму вот этим движением я давлю на диафрагму немножко подавлю до резки сейчас опять на живых людях это лучше сделать понятно да откликается стуча головой 5 таких вот резких толчков вот есть как правило это тоже должно помочь если это не помогу то я продолжаю 5 хлопков 5 толчков живу если все это не помогает ну как правило это помогает но случаи бывают всякие и антон да он опять занял свое любимое положение сейчас у меня человек какой получается без сознания и без дыхания то есть наш пациент опять которому я делаю здесь я начинаю вдувание потому что он потерял сознание того что ему не хватало кислорода я делаю вдувание опять открываем у дыхательные пути вполне возможно пока он лежит без сознания все это у него пустится делаю 2 5 дуваний и затем делаю давление на грудную клетку если народное тело даже проскочит чуть глубже главное он будет дышать потом из него врачи извлекут это народное тело а да там есть более узкие части есть более широкие часть дыхательных путей поэтому она скорее всего более широкую часть затем вполне возможно что он начнет когда оживать начнет кашлять она выйдет когда человек начинает кашлять из него рвотные все эти массы начинают выходить все прочее если вдруг не туда надоело что с ним я быстренько делаю на бачок причем в этом случае если рвотные массы начались я это должна делать более оперативно вот но в мчс во всяком случае как я слушала это в российском красном кресте на себя вращают в мчс правильно дима от тебя да да если человек начал рвать то мчс рекомендует откатывать его от себя до российский красный крест учат все-таки чтобы контролировать положение тела на себя поэтому я думаю здесь не принципиально главное чтобы вы его повернулись так если человек дима вставайте но если человек дима вы подавились крошечкой хлеба антон простите антон подавили крошечка хлеба покажите как вы подавились крошечкой антон вы можете кашлять до кашляйте продолжайте кашлять делать не надо все успокойте его пускай кашляет потому что если вы начнете включать да если вы сейчас начнете по нему стучать а у него вот это вот крошечка которая не мешает в принципе проходить кислороду вы ее начнете по ним по его спине тысяч тысяч делать крошечка соответственно что сделает вниз туда упадет до окошку дети в водосточную трубу скидывает она так вот они по трубе тысяч тысяч постучали кошкам пил туда все провалилась так вот то же самое с крошечкой случится если вы начнете ему схлопать по спине она провалится дальше дыхательные пути то есть поэтому человек может кашлять может вам говорить антон кашляете говорите кашлять продолжайте кашлять все опять смотрим да это это страшно это серьезно человек опять мы ориентируемся человек может кашлять и говорить если может пусть старается от кашляться если кашель неэффективен если он не может дышать вот кусочек перекрыл все называется тогда хороший кусочек проглотили не проживал то тогда делаем сколько сколько мы ударов делаем между 5 и 5 толчков живут так и сейчас нам очень-очень важно с вами как из горящего нашего помещения это человека этого не горящего помещения скажем так как нам человек это вытащить правильно мы вот все к этому не можем никак перейти по страдавшему а у нас где-то вот еще молодой человек был желающий идите идите к нам хорошо будем вместе показывать хорошо дмитрий готов но смотрите если да если у нас один пострадавший но я не знаю дмитрий либо на мне покажет либо я на вас на дмитрии да на дмитрии чтобы знать как как хрупкий человек может перетащить до пострадавшего хорошо дмитрий тогда ложится я показываю ставите вы мне задачи хорошо дмитрий у нас пострадавший скажем так у нас есть какая-то угроза для него но в данный момент скажем так угроза продолжения того же самого пожара но я его хочу вытащить из этого помещения я хочу я как мы при пожаре двигаемся да по по низу прикрыть по низу прикрыв рот нос тканью желательно влажной если есть такая возможность по низу к нему приползла дальше меня моя задача его быстро отсюда убрать посмотрите дальше я подбираюсь вот уж дмитрия здесь я делаю все опять же достаточно деликатно потому что у меня много времени вот дальше посмотрите захват ну вот как чемоданчик захватывая дальше моя задача его быстро-быстро отсюда утащить у меня здесь нет одеяла скажем так хорошо когда у меня есть один вот и я его быстренько по волокла по волокла по волокла смотрите если если это экстренная ситуация когда нам обоим угрожает опасность но я хочу спасти человека допустим этому близкий человек либо это да либо просто человек так поэтому поэтому да я не смотрю то что он там ногами где-то за что-то цепляется я смотрю чтобы главное был выход свободен которому я ползу смотрю куда я ползу и быстренько быстренько его с этого места стараюсь это если он без сознания если допустим дима так удачно упал на одеяло если он вдруг потерял сознание на одеялке то я опять же пытаюсь старые концы я как-то связала и волоком его ну так даже волоком думаю что у меня тут такое волоком я его быстренько быстренько помним конечно своей собственной спине скажем так если то это если экстренная эвакуация скажем так старая даже все все равно экстренная эвакуация старайтесь нагрузку брать не на спину а на ноги у меня достаточно сильная спина потому что еще тренер по йоге поэтому мне димин вес он не так страшен а если человек более хрупкий а дима допустим такой же пострадавший да и вы ведь и на этом все здесь же рядышком улегли с ним то подумайте о том кто вам поможет вам обоим то есть думайте о том что возможно вы позовете еще за это время подмогу и вместе у них то есть рассчитывайте свои габариты вес пострадавшего и дальность необходимость дальности перемещения и всегда куда вы будете транспортировать когда вы собираетесь переносить пострадавшего так пострадавший допустим сломал ногу но все таки может перемещаться он сознание тогда допустим вот эта вот нога тогда у нас будет поломана и дальше одним вот таким быстрым шустрым шагом я его поддерживая на себя вот иногда делают вот такую вот вещь да дима дается будет вам покажет тогда когда человека на бедро на себя заваливают и если необходимо перетащить да да и вот так вот его боли конечно если есть физическая возможность вам стать в полный рост и пострадавшего вот как-то стулом так и не то что можно главное если мы не брали за ту ногу за как у которой назад понятно можно там разные варианты главное как можно быстрее транспортировать да но вот у нас есть хороший вариант ну допустим даже у нас нет стула но мы мы вдвоем мы вдвоем вот он мы можем пострадавших сознание но у него что-то с ногами случилось вот кто у нас будет пострадавшим помощник тут я готов это не просто так лежать вот мы делаем такое положение рук крест держитесь на наши плечи и поднимаем да он весьма горд хорошо аккуратненько и скидываем вот так же если пострадавший без сознания но скажем так и нам нужно создать либо сознание скажем так такое переходящие том сознании то бессознание мы должны ему создать опору то есть какую-то спинку сделать я не мы делаем спинку из своей руки давайте сейчас вы рядышком тут друг другом сидит попробовали крест такую выкладку квадрат ручки переплести на объедините с кем-нибудь если вы одни объединитесь можно кому-то секретруми на левой часы то есть каждую как бы пойдет вот положили просто одна рука которая комфортно одна рука которая комфортно 1 до своя комфортная рука на свое на свое предплечье своя комфортная рука на свое предплечье еще раз раз и объединили и смотрите руки поверх все время поверх костей то есть не снизу а поверх и треугольник 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 вот посмотрите опять только одна рука и давайте еще раз один человек делает то же самое ты захватывается себя за предплечье второй человек просто дает ему свое предплечье и ставит руку на его предплечье разобрались так 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 да да и держимся так попробовали ребят получается да всего лишь две руки столько проблем действительно себя за руку схватили и второму человеку показали сделать то же самое под него подстроились дальше если у нас есть такая волшебная вещь как стул это вообще прекрасно здесь нам понадобится еще один доброволец кто будет добровольца мальчишки кто быстренько бегает давайте садитесь на стул вот у нас есть возможность пострадавшего потихонечку уложить на стул кстати вот как мы его укладываем давайте тоже покажу из положения лежа чтобы нам да у нас есть стул дальше по времени но не долго недолго мы дадим опять смотрите я подхватываю аккуратненько под голову подбираюсь ногами тяжелый вот подхватываю также подмышки дима подхватывает под колени под колени вот аккуратненько да а ничего страшного и затем ну садим его до немножечко по устойчивы и затем дальше дима на себя его дмитрий облокачивает до стул не очень удобный конечно еще ощущение себя да я его беру за нижние ножки да и потащили у нас тут и все равно это удобнее делать бегать затем доставать вот если это если у нас есть волшебная вещь стул дальше если у нас нет волшебной вещи стула но есть несколько человек допустим бегите обратно еще один помощник еще один нам помощник студии становитесь сразу спиной так выпад дима под таз дима под таз сбоку так держи так также захватываешься я держу под таз и 3 под ноги на и под ноги до 1 вот да и понесли отлично все аккуратно бросаем его так это когда у нас три человека когда у нас два человека мы с вами разобрали когда у нас три человека разобрали и сейчас у нас есть четыре человека еще лучше да можно обратно у нас есть четыре человека и есть какая-то какой-то предмет который нам надо дим пока все на нормально не опережая события нормально все так один я бы уже полежала ну покажет давать давайте ложитесь смотрите у нас есть какое-то одеяло либо какой-то какие-то носилочки которые можно под пострадавшего нам подоткнуть посмотрите здесь нас четыре уже человека я иду на один человек обязательно идет за голову второй человек но здесь не совсем это все красиво выглядит но скажем так да при пожаре да тоже не очень красиво будет один человек под лопатки второй человек под таз и третий также под голени нам его надо синхронно приподнять что под него какую-то вещь до подтолкнуть вот допустим допустим человека надо неподвижно поднять чтобы него какие-то да если сломан позвоночник да и давайте давайте сейчас давайте я раз-два-три приподняли да и подталкиваем следующий там да 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 еще пятого человека да здесь здесь давайте я около головы тогда буду покажу покажу этот прием сколько надо системных администраторов чтобы спасти человека так под колени под колени держим на ха человек который под колени перехватывает все молодцы хорошо то есть вчетвером нам в принципе хватило тогда сил чтобы под него что-то подтолкнуть дальше нас также четыре человека это уже хорошо мы ему сворачиваем плотненькую такую рулечку здесь в идеале конечно нас бы еще получше больше еще лучше вот мы его так не совсем можете еще в сторону головы в сторону головы перемещайтесь в сторону головы еще перемещайте чтобы ноги не болтались да и здесь в принципе мы вот уже зимой если перекрестим руки ребят посмотрите здесь вот видно что происходит или мы все закрыли вот здесь спасателям лучше чтобы чувствовать друг друга руки сделать крест накрест посмотрите каким образом ставьте на мы вот так вот будем лучше друг дружку чувствовать да у нас вот такая вот команда будет хорошая работа на уровне плеча на уровне плеча обязательно уровень таза уровень плеча уровень голени давайте раз два три подняли а вот и голову ниже держите да вот чтобы одна плоскость была раз два три опустили в принципе нас чуть чуть побольше стало и нам вообще на одеяле мы его тащить можем вот таким вот образом главное что здесь важно распределить нам обязанности здесь я взяла на себя роль руководителя в команде всегда должен быть руководитель тот кто говорит распределяет членов команды по пострадавшему по их роли тут и говорит когда поднимаем когда опускаем должен быть человек который в ногах смотрит как куда идем и отслеживает ситуацию и все должны действовать синхронно опять же перед учитывать дальность нашей транспортировки есть еще одна транспортировка нидерландский мост называется но здесь нам понадобится еще больше количество участников давайте мы постепенно всех будем привлекать посмотрите вот здесь мы уже под каждый сустав под каждый сустав крест-накрест руки также крест-накрест крест-накрест да еще один участник еще один участник давайте вот лучше пробовать так сюда и еще один участник сюда давайте ребят подходите подходите так крест-накрест руки крест-накрест Проверьте, у всех руки должны быть крест-накрест, да, крест-накрест на всех суставах. И вам должно быть, вот сейчас, секундочку внимания, секундочку внимания. Сейчас пострадавший должен нам сказать, как вы его поднимете. Вот сейчас одну ногу все выставите вперед, одну ведущую ногу, чуть выставите вперед, другую продвинете назад. Вот если юбки, конечно, это не так удобно, да. Да, ага, одна нога впереди, руки опять крест-накрест, руки опять крест-накрест. Не-не-не-не, именно правильно пробуйте все. И теперь раз, два, три, синхронно поднимайте. Голова прогресса, по-моему. Да, ага. И нога одна. И нога одна. Хорошо. И сейчас, ну, попробуйте его немножко пронести хотя бы ровненько. Ребята, выход. Пошли. Кто будет командующим, выбирайте вот из студентов. Я командир. Все. Да, неси. Два, три. Стрейнула. Стрейнула. Все, несите обратно. Все, несите обратно. Сейчас как несут? Нормально, ровненько. Только бяки пронесают. Осторожно, осторожно. Раз, два, три. Он уже ожил, пока мы его несли. Все, молодцы. Поглопаем давайте. Участникам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ